Уроки композиции, композиция в портрете. Привет, я Дарья Позняк, и сегодня мы поговорим про композицию, как компоновать портрет человека и также фигуру человека в целом. И давайте начнём. Первое. Мы возьмём объект, портрет человека в профиль. Я могу даже вот так заштриховать, чтобы было видно это пятновым таким моментом. Первое. Мы не размещаем по центру. Это скучно, просто скучно. Лучше сместить или в одну сторону изображения, или в другую, от середины. Дополнение к этому правилу. Смотрите, если у нас портрет, профиль или три четверти, то лучше оставить для взгляда, вот смотрите, у меня вот тут нос, вот у меня линия профиля, глаз, лоб, и тут вот прическа. Лучше для взгляда человека оставить место, чтобы человек не упирался носом в край листа. Поэтому мы всегда у портрета, если это профиль или три четверти, туда, куда обращен взгляд, оставляем место больше, чем у затылка. Сюда же относятся правила третей. Когда мы говорим, что мы не располагаем портрет по центру, мы еще говорим о том, что у нас есть, вот смотрите, у нас есть кадр. Мы не делим кадр пополам. Если, например, мы рисуем, ну, например, мы рисуем фигуру человека, на улице, там, не знаю, идет человек, там, с коляской. Не знаю точно, как выглядит коляска, ну, вот в общем. И у него на заднем плане идет пейзаж. Например, вот так. Вы видите, что там, например, бордюр какой-то, тут пошли какие-то дома или деревья, или что-то. Здесь сменилось. И горизонталь четко по центру. Так вот, будь то горизонталь или будь то вертикаль. То есть, если мы вот так хотим поделить лист, например, на заднем плане, эти варианты плохие. Они тоже скучные. Поэтому есть такое правило третей. Когда мы делим наш кадр по горизонтали на две трети, может, кривовато получилось, вот так. А тогда, когда мы будем размещать вот эту горизонтальную линию, мы сделаем либо ниже середины, либо выше середины. И тогда вы как бы попадете в это правило третей, и композиция будет более интересная. То есть, например, вы рисуете пейзаж. Вот у вас идет линия горизонта. Тут облака. Дерево, например, растет. Вот, и тут, не знаю, люди сидят, у них тут пикник. Пикник у них под этим деревом. Вот мы не будем им делать, резать четко пополам. Мы разрежем на по третям. Либо по этой трети, либо по этой. То же самое правило действует, если мы хотим поделить по вертикали. Мы точно так же будем делить, не пополам посередине, а будем делать по третям. Например, например, стоит тут у меня какой-нибудь стол. Там у меня, например, за столом сидит человек. Тут вот у него руки, и что-то он на столе делает. Вот, и я у него на фоне хочу изобразить окно. И вот я не буду эту линию окна проводить вот так по центру листа. Я ее сделаю. Ну вот здесь, например, я ее сделаю. Вот у меня пойдет окно. Или какая-то вертикаль. Например, я хочу там поделить. Например, у меня вот здесь будет светлый фон, а здесь темный. И вот я поделю по третям. Не посередине. Вот у меня вот здесь будет темный фон. Стол оставляю. Этого не будет. То есть вот я поделила не пополам, а со смещением. Использовала правило третий. Дальше смотрите. Не упираем изображение в край. Вот у меня какая-то абстрактная девочка сидит, смотрит в зеркальце. Не упираем в край. То есть мы не делаем вот так. Мы не делаем вот так. Мы не сажаем человека, не ставим его на край листа. Не обязательно человек, это может быть дерево. Мы не должны делать, что дерево растет у нас из края листа. Мы не упираем здесь. То есть мы везде должны либо оставить расстояние, либо мы должны кадрировать специально. Например, если мы делаем какой-то большой портрет. Тоже условно очень нарисую. Не знаю, тут какая-то высокая прическа у меня. Шея пошла, ухо. Вот так. И смотрите. Я могу расположить по центру, а могу кадрировать каким-то образом. Например, вот так. Это будет уже кадрирование. Плохо будет, если я упру вот так вот. Упру точкой. Точкой упру прям в край листа. Будет плохо. Тогда лучше уже уводить. Часть изображения уводить за край листа. То есть у нас есть два варианта. Либо мы оставляем отступы, либо мы изображение специально намеренно кадрируем. Если у нас есть для этого цель. Какая-то цель. То есть, например, если бы я делала портрет, я могла бы кадрировать, например, например, вот так. Смотрите, нельзя резать человека по сочленениям. Например, по локтям, по коленям, по щиколоткам, по шее. То есть, если вам нужно сделать портрет, вы берете тогда портрет, например, немножечко даете плечей и режете вот так. И теперь расскажу вам фишку. Вот, например, вы пришли рисовать наброски или длительный рисунок. И вот все заняли места уже, и модель встала или села, и вы понимаете, что вы уже не можете пересесть, но также вы не можете рисовать ту композицию, которую вы задумали по каким-то причинам. И тогда я предлагаю вам вот такой интересный вариант. Вот смотрите, по каким-то причинам я не могу рисовать ноги. Либо у меня лист какой-то не той формы я с собой взяла, и не могу его никак поправить. Например, я взяла квадрат, модель сильно вертикально вверх расположена, и я не хочу лист обрезать, и у меня такое маленькое изображение будет, а я настроилась на то, чтобы более широко поработать. И там на фоне какие-то элементы еще интересные. В общем, я не хочу сильно это уменьшать, и поэтому я решила от ног отказаться. Но чисто композиционно резать практически по щиколоткам это очень плохо. Поэтому что я делаю? Я сделаю изображение. Всего человека я проработаю хорошо, колено я проработаю достаточно четко, но под коленом я не буду давать проработку. То есть я намечу линиями, что там как бы нога пошла дальше. То есть у меня зритель будет скользить по фигуре, по руке, и вот здесь на колене его взгляд будет останавливаться. Таким образом можно избежать этого момента, именно когда вот вы где-то на набросках делаете какие-то зарисовки. Есть еще второй момент, тоже частая ситуация. Вам нужно в наброске, там, например, стоит человек 15 минут или 10, вам нужно за это время успеть разобрать грудную клетку таз, вставку шеи, посадить голову и разобрать еще успеть колени. И при этом человек все время стоит, то есть не садится. Если вы будете рисовать его вот так, стоя, полностью его брать в лист, в лист встраивать, то у вас он будет очень мелкий. И вот эти сочленения конструктивные, которые вам нужно показать, они будут очень мелкими. Поэтому что вы можете сделать? Вы можете его кадрировать для набросков. Например, вы можете нарисовать грудную клетку таз, шею, голову посадить и показать колено, а от колена вниз пустить легкой линией, что типа там пошли дальше ноги, но там дальше не прорабатывать, а ставить просто небольшое место под коленом. Тогда ваш набросок будет смотреться естественно и не будет ощущения, что вы человека кромсанули как-то неправильно. Вот, это такой вам лайфхак. Но, конечно, если вы делаете какую-то продуманную композицию, то, конечно, поищите, как вам человека закомпоновать, чтобы вот это было и приятно, и красиво, и правильно. Дальше, с форматом. Формат, когда вы рисуете, пробуйте и вертикальный формат, прикладывайте, и горизонтальный формат, и также пробуйте обязательно квадратный формат. Пробуйте и смотрите, какой вариант у вас лучше всего получается. Дальше, из человека не должны расти и торчать какие-то палки, картины, еще что-то нехорошим каким-то образом. Например, вот тут вот у меня угол картины. Вот так вот мы не делаем. То есть, если мне там надо изобразить картину, то мне нужно найти ей место. Во-первых, она не должна делить пополам. Соответственно, я тогда буду ее либо увеличивать, либо вообще ее смещать. Но, теоретически, она могла бы висеть как-то вот так. Например, вот так. Эта картина. Чтобы она не входила человеку в лицо, чтобы она не была вот здесь посередине, чтобы здесь она тоже посередине не была. То есть, возможно, что вот так вот картину я могла бы сделать вот с такой рамой, например. Ну, там или окно, там или что-то. В общем, ищите, ищите этот момент. Все правила, которые я вам рассказала, они применимы на первых этапах. Конечно, если вы хотите это правило нарушить для своих целей, например, вы хотите, вам нужно прям обязательно лист поделить именно пополам. Вам прям нужно, у вас задача такая. Тогда, конечно, нарушайте. Но первоначально, если вы только обучаетесь, то старайтесь этих правил придерживаться. И всегда себя спрашивайте. Нравится мне? И двигайте, двигайте рамки. Двигайте рамку и смотрите, как лучше. Горизонтально, вертикально или квадратно. Чтобы ваше мышление тоже развивалось. А с вами была Дарья Поздняк. До новых встреч.